Продолжение следует... Авторские права принадлежат компании Games Workshop. Кстати, игра вообще замечательная. Так вот, общий принцип работы в том, что работать с принтами на завершающих этапах создания рисунка. И сначала нужно обработать форму, представляя ее как цельный объект. Так объект легче нарисовать, и вот когда работа закончена, нужно создать принт в отдельном файле. Или как минимум на отдельном слое в рисунке. Вот у меня есть готовый принт шахматного кода. Как видите, он на отдельном слое, и принт очень простой. И первый мой шаг примерно расположить принт на его будущем месте. А затем выделить принт прямоугольник. Причем нужно оставить достаточно места по краям. Затем я нажимаю Ctrl-T, чтобы открыть меню свободного трансформирования. И затем мне нужно кликнуть правой клавишей и нажать команду WAP. Искажение. В результате возникает сетка, или иначе решетка из девяти ячеек. И точки на ней контрольные точки. И если вы когда-либо пользовались инструментом перо, эти точки должны быть вам знакомы. Вы можете перетаскивать контрольные точки, искажая форму объекта внутри решетки. Я же стараюсь исказить этот принт так, чтобы он соответствовал форме наплечника. И вот когда настройка будет закончена, вы нажмете Enter, чтобы внести изменения. После внесения изменений снимаем выделение и располагаем наш принт в нужном месте. Чтобы принт лучше смотрелся на иллюстрации, я буду уменьшать непрозрачность. После чего давайте применим мягкий ластик, чтобы показать, что участок принта находится в тени. Этот пример был очень простым, так как такую сетку не так уж сложно нарисовать и самому в перспективе. Но представьте, что если бы мне нужно было создать детальную татуировку или узор, а затем разместить такой сложный принт на плече орка. Куда проще сначала нарисовать принт как двухмерное изображение, а затем использовать искажения, чтобы настроить принт. Продолжение следует...